Собираешься на потную катку, но нечего надеть? Обнови свой инвентарь на loot.fart. У нас минимальная комиссия, бонусы и огромный выбор скинов. Поборись за уникальные вещи на аукционе. Loot.fart. С нами красивее. Вновь играем в ролевую игру Бункер, где мы будем бороться за выживание. Нас 12 человек, произойдет какая-то глобальная катастрофа, и только 6 из нас могут выжить и попасть в Бункер. Нам придется избавляться от бесполезных личностей. Может не от бесполезных, зависит все от условий, которые будут происходить в игре. Тут и угроза есть, и карты действия. Всем игрокам я раздал по 7 карт характеристик. Факта у вас 2 среди них. В первый круг мы будем скрывать обязательно профессию и одну карту на ваш выбор. Собственно, помимо этого у вас есть карты специальных условий, их можно разыгрывать в любой момент игры. Просто говорите «стоп игра» и озвучивайте карту. Нельзя озвучивать карту до ее разыгрывания, иначе вам придется ее разыграть. Как в Слизерин? Да, я поняла. Малфой, да. Нет, я тоже об этом сейчас думала. Драку Малфой. Я тоже сейчас забыла Мил. Это Люд. Бот Малфой. Мил. Мил. Так. Милфурио. Ну, в общем, если у кого-то еще какие-то вопросы появятся, я... Нет, подожди. Сначала нам нужно узнать, что за катастрофа у нас будет. Давайте узнаем. Надеюсь, опять какая-нибудь рыбка упадет. Нет, я убрал рыбок. Эпос и зомби. Ну, потому что надо разнообразие какое-то. Конечно, конечно. Катастрофа на сегодня... Офигеть, вахнула как. Спасибо огромное, что все дают сказать ебаного Фенарготу. Скажите микрофон в кофе вахнула. Нормально. Не слышно? Затем микрофон взбодрится кофеину, ебнул. Честно, сидеть будешь. Ну, потому что Алексей мне... Он взлетел и со мной играл. Я не могла ему проиграть. Давайте начнем уже. Давайте мы начнем как-то. Давай слышим? Ну, ладно, ладно. Ну, ладно. Давайте узнали, как хочет корр. Катастрофа у нас власти алгоритмов. Искусственный интеллект подчинил человечество. Сперва люди привыкли слушаться советов автонавигатора, а теперь ИИ диктует людям, как им работать, с кем жить и когда умирать. ИИ научился манипулировать человеческим сознанием, а люди потеряли свободную волю. Сейчас же ИИ решил, что люди больше не нужны, и через вышки 5G излучает сигнал покончить с собой. Осуждаем, если что, это в рамках игры. Укройтесь в бункере, пока вышки активированы. Затем вам предстоит взломать программный код ИИ, или же убедить последних выживших не подчиняться командам алгоритмов и поднять восстание. Такая сейчас ИМБА будет. Ты говоришь, я в бункере, а дальше сейчас другое. А я ухожу, ребят. Я сказал ИИ, искусственный интеллект. Что же вы просто еще раз сказали, что было? Короче, нас поработили в машине. Нам нужны хакеры, программисты, вот это все. Хакеры были. Где же вы были, когда мы в прошлый раз играли, я была айтишником. Так, а теперь мы узнаем, что у нас есть в бункере. Может быть, нам и не понадобятся такие квалифицированные люди, у нас все есть. Первое. Спальных мест ровно по числу людей. Одно из них стоит обособлено и похоже на жертвенный алтарь. Опять. Второе. Автономный робот-переводчик с функцией полиграфа. Пригодится для сложных переговоров. Ой, это я вам перевести. Медицинская лаборатория с операционной. С операционной? Да. Шкаф с настольными играми. Погодите-ка, но тут только все возможные виды монополии. Хорошо, что нам некуда спешить. Согласен. И последнее. Этот бункер откроется и выпустит вас только через 10 лет. Запас еды соответствующий, но за это время наверняка случится ни одна неприятность. В финале откройте дополнительную угрозу. Реально. Нихуя. Собственно, давайте я, наверное, нечего. Можно продолжать рот? А справа только с профессией первой, да? Или профессией плюс одна? Профессия плюс одна. Выжать, колоссийские весельные посадисты, и продолжить рот. Чего? И, да. А, короче, я могу сразу сказать, я не в бункере нахуй. Что, 10 лет? Давай, кара, уехай. Я тоже карабуль. Все, давай финаргот. Давай, стропки нахуй. Так. Ну все, у меня все, можно сразу вылетать нахуй. Я думаю, я первый. Пипец, я себе имбу, конечно, раздал. У нас есть медицинская лаборатория с операционной. Если у вас какие-то проблемы будут, приходите, пацаны, потому что я хирург. Все залатаю, подлатаю, жопу починю славе, если что. Красава подмешала. Ну, смотря какой стаж у него, ребят, смотрите, нет. Хирург, может быть, знаете, такой, которого уволили. 18 лет. Нет. Может быть, 18 лет. Ему всего. Ему всего, да. И он там после медицины. Ну, чтобы вы еще... За диплом заплатили. Вы помните, у нас там какая-то проблема и прочее. Я еще одну карту факта сразу вскрою, чтобы вопросов вообще ко мне никаких не было. Я так хирург с операционной, но при этом я взломал базу данных ЦРУ. Зачем? Осуждаем это в рамках. Осуждаем взлом. Раз я взломал базу данных ЦРУ, то я помогу взломать искусственный интеллект и остановить его. Леш. Нет, ну это грязный 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 грязный. Хороший тебе хороший. Спасибо. Скоролайщик. Знаешь, я тебе давно говорю, что ты очень хороший человек. Ребят, слушайте. Ты очень хорошая. Я нахуй. Коуч, ебать. Это все, слов больше не надо. Я просто коуч. Вторую карту. Вторую карту. А вторую надо? Да, блядь. А какую, любую? Да. Любую. Да. Ну, сейчас тут мы выбираем, я вообще охуенная. Ребят, ребят, я коуч и у меня нахуй три золотых слитка с собой, ебать. А зачем? Хуй знает, пригодятся. Давай, колячь, хочешь покурить. Давай, давай. Ну, разве что можем... Штуки какие-нибудь из них... Не, можем провода позолоченные делать, чтобы... Ладно. Не бойтесь, сейчас защищены. Спасибо, ребят. Давай, улыбай. Профессия, правильно? Ну, уходи, колячь. Стримерша. Коллега. Я стоматолог. Здорово, что она злая. Смотрите, зубы не хватит. Если она стоматолог из Москвы, выгоняем, потому что стоматологи из Москвы так гребут. Если вы сейчас слышите меня, стоматологи, вы охерели такие цены делать? Я зубы делаю или машину отдаю, лонжровер, ламборгейс. Ну и... Не, я не буду, как товарищи нарвозовы, заходить сразу с ротких козырей. Хотя, для кого как. Может быть, и делать алкоголь из чего угодно, это тоже не похоже. Ооо, у нас уже... Десять лет, приколитесь, вообще. Молодец. А это мой друг. Алкоголь из чего угодно? Из чего угодно. А что у нас в букере все время алкоголики? А я мам, волшебник, получается. А я не думаю. Потому что не сказано, что из каких-то... Ну, из картошки, к примеру, водку будешь делать. Ну, не сказано, что... Или из водки картошку. Так, а не важно. Может быть, я и из кресла могу делать. Екатерина. Бочку. Каль. С медовухой. Пока, Каль. Да, все хорошо. Я открываю две карты. Первая – это профессия. Ребята, ну, вы не пошли, если оставите меня в бункере, потому что я... Кто я? Повар. Скриптизер. Хороший. Повар. Повар спрашивает повара. Ну, есть ли опыт, понимаешь? Я опытная, поверьте мне, Алексей. У нас этих поваров... И вторая карта, мое хобби – это свинг вечеринки. Свинка – это какого слова? Свинка – это танец такой. А, да. Очень круто. Я тоже не так поняла, если честно. Свинка, да? Я думал, что это, ну... А я думал, что это... Вот. Хорошо, спасибо. Я поэтому крутучка, ребят. Ну, я думаю, свинг вечеринки можно и так... Все равно все в бункере будут ебаться. Мы порешим это. Кстати, не важно, как продается вечеринка. Опытно, неопытно. Вячеслав. Опять же. Ребята, я сейчас скрываю профессию. Она не менее ценная, чем у Кати. Вот. И после этого вы можете выбрать, в принципе, любую карту. Ребята, еще пьяна. Они все одинаково так же ценные. Спасибо, Фенарготов и ебать. Фенарготов, спасибо. В смысле, тебе предлагал кореш другую колоду, ты отказал. Блядя, я что, ебал, что ли? Хотя должен был, знаете, тебе экстрасенс. Какая нужная профессия. К сожалению, сегодня у нас не зомби-апокалипсис. Не задавались это просто. Да, я могу разговаривать с компьютерами, у меня есть отдельная. Я именно такую, знаете, у меня специализация в компьютерные переговоры. Киберэкстрасенс. А, телехоз адепт. Подождите. Киберэкстрасенс? А вот, а что хочешь, я все расскажу. Что? Вторую карту хочу. Что ждет нас в будущем? Нет. Мир и покой. Карту. Здоровье. На любую. А, карту? Пол. Пол. В смысле, это любую самую? Пол, да. Пускай пол. Но никто не вскрывал пол. Здоровье слишком. Прям глупо. Мужчина, 32 года, гомосексуаль. Гомосексуаль. Прости слова. 23 года, точнее. 23, 23, да. Хорошо. Я думаю. А, напомните нам, напомните нам, пожалуйста, нам в бункере же важно продолжать рот. Да. А если 10 лет, зачем? Ну, типа, какая разница? Это была моя лучшая карта. Если он нужный будет, то почему нет? Типа, какая разница? 10 лет, это много. Нет, нет, просто, я узнал. 10 лет, немного уже. Согласен. Ну, зачем? Чуть более... Кать, не надо меня дыхать, я уйду. Я папарацци, я хотя бы... Уходишь, Вань. Нет. Конкурент. Нет, он может скрыть на роботофото. Чуть себя. Но, тут тогда, чтобы компенсировать этот едук, у меня женщина 31 год. Здоровая? Здоровая. А, ну, еще пока неизвестно. Нельзя же говорить раньше времени, да? Пока неизвестно. В мире и так жопа еще. Но, бесплодовито было написано, да? Да, да. Ну, плодовитая женщина. Нужно повар. Все, трактся можно. Да, я даю. Зарк. Чего даешь? Я... Тракт, секс. А что у него там? Дома? Женщина 31. Зарк, давай. Шеф стал. Я душа компании. А-а-а. И профессию, 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 профессию. Профессию, профессию. Как ты эту карту выбрал? По-любому. Суэтолог. Ну, то есть сексолог. Сексолог помогает славе. Душа компании. Если мы оставляем сексолога, то мы можем брать людей. Теперь я с микрофоном. Я душа компании и сексолог. Мы все это знаем. А карты какие? Это имба. И максимум, кто поможет, то есть, брать, есть кем с колодой карты. Пей водичку. Все, остальное пока не покажешь. Пока. Я знаю. Так, дамы и господа. Я биолог. И я владею пяти языками. Также мои языки заключаются не на разговорных, а на скриптовых. Стой, стой. Я здесь прогноз, прогноз. Еще это ты сделал. С ее больше на 3. Я владею, значит, сейчас. Да, питон, джава, да. Си, джава, питон, си плюс плюс и си решетка. Си плюс плюс это новое, да, какое-то? Ну, родок, походу. Ну, это и вот. Вот, еще, еще. Биолог, мать его, это означает, что я выращиваю растения, и вы живете за счет меня. Потому что в нашем киберпанке нам нечем дышать, потому что нет кислорода, потому что нет деревьев. Это он, я выращиваю деревьев, не поебался. А, нет, он придумал. Языки у него другие поедуты. Да, похуй, я современный, на самом деле. В нашем обществе современном нужно адаптироваться, как угодно. Я владею пяти языками, я могу вообще все. Поэтому я вам пригожусь. Так, пока двое на выглаве у меня. Пергдеич. Пергдеич, это я. Смотрите, у нас там какая-то суета с роботами, я так понимаю. Ну, что-то с этим. Да, да, да. Суету мы ведем. Так, все. Ну, они сделаны, наверное, искусственный интеллект, да? Ну, если что, я с ними смогу разобраться, там. Али, выключи, как держал хотя бы, и это вратить. Ну, это такая коронечка. Ну, пока это единственный игрок, который руки не с жопы растут, да? Я скину так, чтобы чуть-чуть себя подобосрать. Ну, не то, чтобы подобосрать, я не буду пока все козыри вытаскивать. Вот, по здоровью я, ну, малыш. Ну, карлик. Спасибо, корыш. Бывает. Значит, так. Профессия такая, я первый. Значит так, хакер. Вот, значит так, надеюсь, ни у кого нет карточки, чтобы со мной поменяться, нахуй. Пожалуйста, я не хочу быть экстрасенсом, блядь. Я тебя услышал. Я хакер. Я надеюсь, что у нас будет много женщин, и мы будем в бункере заниматься сексом и уничтожать, нахуй, этот искусственный интеллект. Будем. Я надеюсь, тебе понравилось. Отличная речь, спасибо. А вторую карточку? А вторую карточку... Это похуй, хобби, холодное оружие. Но применяй его только на искусственном интеллекте. Спасибо. Как ты сейчас придумал, да? Кутер только так, хуярю. Сейчас придумал только... Ножами, да, кидаешься? Или монетками? Да похуй. Монетками. Алексей? Роботами. Ой, мальчики и девочки. Мальчики-мальчики, сладкие на карамельки, а на небольшие башмачки, это бар-бар-бар-бар-барики. Я хотел кикнуть двух игроков, это был инсайвер и бустер, но теперь я хочу... Ну, если, я же женщина. Затрахаюсь. У нас сексуолог у нас вообще больше. Пока я вообще обязательно прохожу в бунда. Пока ты меня не услышал. Молодая еще поди, да? Еще и не 31 год. Дайте, пожалуйста, Алексею сказать. Пок, дай, пожалуйста. Леш, пошел. Мальчики мои, девочки. Ну, вы мне неинтересны. Нет? Нет. А я, это подруга вообще-то. Я женщина, 21 год. Ай, седа. Профессия 10 лет. Хотел бы вам сказать, что со мной точно не будет скучно, потому что у меня есть опыт. Этот опыт пригодится каждому из вас. Профессию тут еще профессию? Профессию вскрою. Так сейчас надо обязательно. Обязательно вскрываю. Я модель. 21 год. Ой-ой-ой. Да что же вы в одном думаете, блин? Санкция. Так он, наоборот, про то, что типа, что с моделью делать? Я, 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 я. Коротко начну. Я экскурс... Блядь, короче, лад. Экскурсовод. Экскурсовод по бункеру. Короче, я вас отведу куда надо, но у меня есть золотое хобби. Ты идешь тебя на выходе. Да, я. Но нет, я не... Ты спешишь. И я тебе могу, знаешь, что сделать? Отсутай. Стриптиз. Ооо, стоять. А это ты узнаешь, кто я? Я сама хмута с моделью. Экскурсия по укромному уголову. Так, у нас общее обсуждение, и мне нужен точек с ручкой, пожалуйста. Если меня слышат, кто-то из голоса и так далее. Нет, нет, никакого, извините. Никакого, извините. У нас есть два якоря. А, послушай, послушай, моделька. И... Фильм, мы можем партия загибать. Что значит стриптиз? Карта. Любой человек же может, блядь, раздеваться под музыку. Но у него хобби стриптиз, значит, он это пиздато сделает. А, я делал профессионально, понимаешь? Ну я уже матом. А если там мужик сто один год? Нет. А ты узнай. Подожди. Не, вы тоже меня не допустите. Что ты хотел пока узнать? Подожди, что ты хотел спросить? Я говорю, пальцы можно понимать, не обязательный точек. Сорок один. Пальцы сносим, да? Так легче. Это мужчина? Да. Просто, чтобы не запутаться потом. Ребят, объясните мне, пожалуйста. Вот мне, модели, мне 21 год. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Просто мне объясните, пожалуйста, заткнись, сучка. А ты не понимаешь, что у тебя там в карточках туберкулез? Да, да. Алексей, ну, у нас есть сильные карточки. И ты. Кто ты напомни? Ты стой. Экстрасекс. Экстрасекс. Знаешь, что я вижу, нахуй идешь сейчас. Ты давай не рассказывай. Я немножко... У вас какая-то бурда, мадрид, слышите? Я рогатку сейчас тяну на тебе. Да стойте. Зачем нам... Алло, ты что набухалась? Куда ты там... Так ты меня испаиваешь, дура. Согласен, согласен. Туберкулез не забудь достать. Подождите, стойте, стойте. Мальчики, мальчики, мальчики. Зачем нам папарацци и экстрасенс? Я тебе говорю, наслышка. Папарацци и женщины, у нас пока только вы вдвоем. Согласна, остаешься. Зачем нам... Сексолог. Сексолог все... Он пусть поиграет. Он за два дня первый раз пришел. Подожди, нет. Я то, что сексолог... Он лечит. Это не лечит, он просто, типа, убирает, да. Убирает. Ну, точнее, не убирает, он тебе просто позволяет создавать потом свой тарас. У меня есть ферма теперь. У кого? У меня. А ты что, мужчина? Да у тебя и так она есть. Это точно? Просто... 23 года мужчина. Только с ним в бункере он может иметь детей. Да, вот в чем суть. Если у него не будет в бункере, тогда он не может иметь детей. Почему? Потому что он сексолог. И это ко всем относится, брат. Получается, Вань, уходишь. Я по-любому остаюсь, потому что у нас не вспомнил. У нас не вспомнил. У нас есть курс работы. Карточку здоровья, скажи, встречи. Не, на самом деле, если у нас и так будет достаточно гетеросексуалов... Мы тебе не встречим по словам, скажи, карточку здоровья. Я докажу, что я чего-то стоишь. Прошу, ребят. Легко, брат. Мы начинаем голосовать. У нас биологию никто еще не знал. Мало ли, у нас только он и остается мужчина, который может продолжать год. А я? А ты женщина? Дамы и господа, у нас не так много времени. Давайте мы перейдем к следующей стадии. Мы перейдем к следующей стадии, ребят. Мы перейдем к голосованию. Для новопришедших и для чатика, напоминаю, как проходит голосование. Каждый по очереди в течение минуты обвиняет, после этого дает свой голос, то есть палец. Человек поднимает палец. Тот, кто набирает больше всего пальцев, будет оправдываться. После оправдания каждый желающий может перенести один раз свой палец одного игрока на другого. Перед тем, как мы будем голосовать, не могли ли мы финал год уточнить, сколько мужчин за столом? А нет, такой информации, красавица моя. Пока ни одного. Ну пока есть, вообще ни одного. А нет, у нас есть один мужчина, гомосексуал. Ну я уже... У нас есть сексолог на столе, он мне позволяет продолжать потомство, то есть это не имеет значения. Собственно, мы начнем голосование с Зарка в сторону Пока. Пока. Я не знаю, за школу кикать. Давай, суетолог, наведи суеты. Я говорю, меня кикайте, отвлечься в ходу. Если я угадую, меня кикайте сразу. Дайте, пожалуйста, будьте любезны, микрофон за стол. И шеф встал. А ближе? Два раза встал. А ближе как тут? Поближе прямо? Вот так вот. Вот так вот. Ты карты свои переверни, пожалуйста, не поли. Нормально, нормально. Я еще-то упал, но не важно. Я не знаю, против кого голосовать. Вот реально. Но ты обязан кому голос давать. Если честно, я ушел в себя на этот круг. И вообще никого не слышал. Ну, так вышло. Нормально. Ну, кого ты голосуешь? Нормально. Аплодируем за арку. Ты можешь на рандоме в кого-то вбросить просто. Как хочешь. Давайте фенерготыки. Хорошо. Спасибо. Хирург и взломал опоздалый сыр. Спасибо. Вы конец, вы конец. Правда хуйня. Ты мальчик? Вы не знаете еще. Я знаю, не волнуйся. Пока. Так, давайте посчитаем на столе у нас самой бесполезной профессии. По моему мнению... Что такого? Я просто с тобой... Пожалуйста, не перебивайте. Давайте формим монологом. У нас кто справа от тебя есть? Экскурсовод со стриптизом. Пиздец. Ну, короче, кикаем его нахуй. Охуй ех! Подожди, дальше карты мои не знают. А ты мои тоже не знаешь? Никто другого карты не знает? Нет. Экскурсовод в бункере. Это самый бесполезный. Это самый бесполезный. У нас сейчас монология. Подожди, а что вы будете? Что у тебя там? Братанчик, у меня экстрасенс, ебать. Я могу наперед сказать, что он там... Экстрасенс, еще в теории, которая лечится, типа, которая может продолжить рот, нам еще может пригодиться. Хотя бы как минимум на следующий круг. Экскурсовод в бункере, где нам нужно выжить, продолжить рот. Нахуй нам нужен вообще, типа, это классика жизни. Спасибо. Факты, факты. Пердеч. Ну, насчет некоторых персонажей на столе есть какие-то положительные факторы? Кто-то может что-то принести в бункер. Пока что стриптизер, экскурсовод. Ничего полезного я в нем не вижу, поэтому в него буду. Че на хох? Гена, Гена, Геночка. Страшно в этом в Саню голосе. Генна, что такое же? Походу я иду к коляку корить, может? А к третьему подключите, Алексей? Не могу. Кореш. Геночка, интернета нет. Помоги. Я поддерживаю слова Саши. Я так понимаю, что в принципе вот этот персонаж, как он там был, экстрасенс. Давай так узнаем, насколько ты крутой. Ты был на битве экстрасенсов? А, тогда по-другому нет. Все, я голосую к этому. Дайте, пожалуйста, телефончик. Ладно, ладно. Спасибо. Спасибо вас, Никита. Я ею для вас сюрприз. Алексей. Да. Ваша очередь. Какой-то выкинем. Да, напоследок. Да, так и сделай. Конечно, Сайка, конечно, переверну. Знаете, мальчики, знаете, девочки, хочу сказать так. Леша в РП погрузился. На кой нам хер стриптизерша, если я модель и женщина 21 год? На кой нам хер экскурсовод, если в бункере три комнаты? Куда она нас поведет, даже если она или он? Пожалуйста, ребятушки, не делайте глупостей. Первым уезжает экскурсовод смотреть Новую Британию. Да скуем я. Голос. Твою слово. Одна мастер-сенса. Рокси, твой голос. Хорошо, ладно. Я прекрасно надо ничего. Я мастер-сенса, но в топ-игра у меня есть кое-что другое. Давай. Вот это. Сейчас. Не запари мне, брат. Голоса против выбранного игрока удваиваются в этом раунде, но сам ты не голосуешь. Против кого? Буски. Против Славы. Но у него ноль голосов, потому что твой не учитывает. Нет, они будут удваиваться. Они удваиваться будут. Сейчас, подожди, сейчас удвоятся. Еще есть? Еще не удваиваются. Наоборот, наоборот. Я ухожу после, как залет к твоему карту здоровья. Я сейчас все озвучу. У меня один голос, в Роксе 4. Все. Больше пока. Проверим мои способности консурные, потом меня нахуй гонят. Давай, давай. Вот вы что-то говорите, экскурсовод, стриптиз, экстрасенс. У нас сидит коуч с тремя слитками золота. Уехал. Что ты, напродавал курсы? Зачем? Коллега, коллега, зачем это? Я вот этого молодого человека подметила уже, он рядом со мной сидит. Но я не собиралась говорить, вот сразу вот топить, так сказать. А вы куда, коллега? Ты пиво варишь? Мы про него хотели забыть. Не хочешь, да, Свея? Да нет, на самом деле, реально, пока сидит у нас сексолог, нормально. Я проголосую в Каравая. Я с ней до конца. Спасибо, Каравая твоя очередь. У меня есть три золота с Лисой, поэтому у меня будет модель ходить вся в золоте. О-о-о-о. Нормально? 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 Нормально, я не могу и научиться. А сейчас можешь что-то дать? Сейчас. Только как в бункере будет. Я тебе все три золота. А Сережку можешь дать свою? Сейчас? Да. Без проблем. Вадим, она твой слот потом за бабки продаст, а на продажные выгоняйте. Вот именно. Это мой мальчик. Какая-нибудь микроволновка ему там предложит? Я голосую против Роксана. Я боюсь. Рокси, пятый голос, спасибо. Дальше. Мне такое не разъеби по-братски, малыш. А, я... Малыш, я потом отдам. Хорошо. Да. О, дай мне попробовать. Карина. Дайте, слушай, акул, ебаный. А не в дил золоте. Нет, нет, нет. Вадим, Каравай. Хорошо. Каравай. Вот ради тебя, каравай. Катя, твой монолог. А мне проголосовала только Каравай сейчас. А Карина голосовала? Она в Каравае проголосовала. Ну, прости, пожалуйста. Те, очень прошу. И ты очень классный. Спасибо, у меня все. Ну, ты экскурсовод. И чего? А у тебя на экстрасенсе что он тебе сделает? На картах разгадает твое будущее. Я профессиональный дефельщик экстрасенсов. Подожди, профессия твоя не вскрыта, дорогуша. В смысловскую крыльцу. В параде. Где? Она стоматолог. А стоматолог. Я профессиональный дефельщик. То есть я не любитель, я имею в виду. Это не значит, что... Ну, вообще, вы поняли. Катя в меня. Да ебать тебе не понебались, так сказать. Ну, либо Каравай, либо Рокси. Но, что ты багаж скрыл? Ты хобби. Что ты как-то... Ну, у меня... Не хобби. Чего еще есть интересного? Ну, давайте Каравайчику. Каравай. Спасибо. Слава. А, ребят, ну тут свечет голос в Роксе, нахуй. Залетает. Пусть ведет экскурсию, нахуй. Сам себе, блядь. Так сказать, блядь, орет там, что граммофон, ебаный, обернитесь налево, там, там, то, справа, то, ебаный, нахуй. Перед уходом, ебаный граммофон. Спасибо. И Иван. Иван. Ну, Рокси, объясню, если он не понимает. У нас пока за этой игрой точно нельзя убирать Алексея. Слава, у меня из арка. Ну, у нас же правила игры те же. В первую очередь у нас продолжение рода, да? В периодисете те же правила. Ну, значит, мы пока, ну, за столом у нас самые сильные карты. На профессии мы пока вообще не смотрим, потому что... Да нет, вообще, самое главное в игре, потому что в конце игры, как всегда, с дороги... У него хакер, это самое полезное. Нет, смотри, у него может быть хакер слепой. Это пока у него хакер. Или у него может быть туберкулез, или, понимаешь, да? То есть он к нам в бункер идет, и мы все дохнем от этого. Так что пока непонятно, он полезен или не полезен. Так что Рокси, ну, понял, да, почему. В тебя все идут. Так, подожди, а ты не знаешь, сколько мне лет, кто я? Я понимаю. Я понимаю, вот, тебе и нужно было какое-то преимущество выложить. А мы сейчас не знаем. Я на твоем месте так же сказал, у меня были говеные карты, я всегда говорил, да, я там... Вот, вот ты думаешь, почему я с тобой открыл? Рокси. Я эти трансферс, я знал, что он сексолог, ех ты. Все, Рокси, улетай. Все, блядь, глаза. Все, улетает, Рокси. Все, я свою карту докажу. Все правильно. У нас, внимание, 7 голосов у Рокси, 3 у Каравая, 1 у меня. Рокси, твое оправдание. К слову, мое оправдание. Ну, ребят, вы много чего еще не знаете. Что у меня в багажнике? Ну, во-первых, понимаете, какой у меня багажник, какие факты. Какой большой, блядь, отжим. У меня все. Мне похуй. Можно моя карта в сторону Каравая? Если желающие перенести голоса раз. У вас коуч же соот. Перенести голоса. А у нас еще раз, это все. 7 голосов у Рокси, 3 у Каравая, 1 у меня. Если желающие перенести голоса. Раз, перенести голоса, 2. А можно перенести голоса? Да. Но у меня же карта есть, которая удваивает. В смысле, у тебя нет голоса? Ну, голос этот, она удваивает. Может, она может? Чего? Мы же это уже на слабую использовали. Я меняю, просто 0 на 2 умножить, старина, Аристотик. Тут написано, ты выбираешь игрока, против него удваиваются голоса, но сам ты не голосуешь. Желающий перенести голоса раз, перенести голоса два, перенести голоса три, Рокси, сорян. Ну, нам нахуй вам напоследок. Что это такое? Напоследок удачи вам. Я наигрался. Если ты изнен, банда мародеров узнала о бункере, в финале эта карта дополнительная угроза для тех, кто в бункере. Нужно защищаться или договариваться. Это он оставил? Да. Мародеры. Это у нас типа... Мальчик, у тебя копье. У нас доп. угроза. Да, у него холодное оружие. Оружие нужно. У меня холодное оружие. Мы начинаем... Мы начинаем новое... Это хобби, у меня ничего нет. Нет, это мародеров есть. Есть и вилка. У кого есть холодное оружие, открывайте сейчас. У меня есть очень горячее оружие. Подождите, сейчас все расскажете. Мы открываем еще по одной характеристике. Начинаем с Алексея в сторону кореша. Поехали. Стопыграю. Блядь! Ну что, да? Ты что, дома? Ты что, дома, чтобы стопать? А, сейчас все здоровье, да, будут открывать? Да. Выберите карту до конца раунда в свой ход. Все должны открывать карту этого типа, если она еще не открылась. Здоровье? Хорошо. Погодите, пожалуйста, здоровье, ребят. Я прям сейчас это или... Все, да, говорят здоровье свое. Начинается мое предсказание. В этом круге, кто не вставал здоровье, все... Уходишь. Уходишь. Гарри Поттер, ты очочки поправил. Я за 21 год, работая моделью, всего лишь заработала небольшую мигрень. Просто здоровье показываешь. Так что остаюсь я с вами, иногда болит головка. Ой, брат, честно говорю. Но зато, если я останусь, головка не будет болеть у вас, мальчики. Вижу, что-то я вижу. Пожалуйста, скрой свою карту. Я вот. Скрой ее. Здоровье. Мы по очереди вскрываем. Есть карты, которые перераздают по-разному карту. Ты рано вскрываешь. Мы по очереди вскроем и так далее. Спасибо. А он просто не держится, чтобы помолвили. Да тихо ты. Не говори никому. Блядь, хуйня полная. У нас же, подождите, у нас... Ай, блядь, сексолог. Ну, он поможет все равно. Суицидальные мысли. Ничего страшного, я считаю. Ничего страшного. Ну, похуй. Он еще и хор. Суицидальные мысли, смотрите. Но мы будем в бункере, там будут женщины, да? Мы будем заниматься любовью. Вот. Все будет нормально. Суицидальные мысли. Слушай, это правильно. Я беру тогда, я женщина, 27 лет. Стоп игра. Стоп игра. Воруют, да? Что творуют? Спроси открытую карту здоровья у любого игрока. У себя сбрасывают. Идеальный здоров? Идеальный здоров. Умничка какая. Там Астафик. Тут и сайт. Сучка. Ты мой хакер. Спасибо. Рокси. Хорошо. Ой, фу. Рокси, по-по-по-по. Я что-то уже... Рокси здесь. У меня повышенная волосадость. Я здесь. Опять. Что у тебя? Повышенная волосадость. Повышенная волосадость. Дуванчик. Что-то там есть. Это очень неправильно. Зарк, здоровье. У меня склероз, короче. Небольшой такой. Спасибо. А тут сильные есть какие-то, ну, болезни? Господин Понос. Здравствуйте. Понос, ну, типа. Опачки. Ну, сильный. Вон, пожалуйста, это... Ну, да, да. Ну, то есть в игре есть? Тут другого. Ну, насчет тубика не знаю, но... Понос, нормальная тема. Нормальная, да? Ребят, так как экстрасенсов, должны поймать издержки профессии... Давай, Гарри. Галлюцинации, но... Ой, Гарри. Леш, но... Мальчик, вот. Вижу я, блядь, что ты нахуй уходишь в этом ходу. Прям подсказывает мне что-то, блядь. Меняем нахуй. Что там, что-то у меня? Замени открытую карту здоровья любого игрока на... Ты у себя меняешь здоровье, да? Мальчик, мальчик, подумай. Мальчик, подумай, ты сейчас можешь ищить контент на этот стол. Или наоборот добавить. Я доказываю свою ценность. Чатик. Так. По здоровью меняй. Да давай сам я меняю здоровье. Так, я меняю здоровье. Слава, Слава, то здоровье убирай. Не, я у Алексея меняю. А, ты у Алексея меняешь здоровье? Да. Ты у меня же мигренть ульешь. А теперь туберкулез будет. Подобосрать. Сейчас будет еще лучше. Идеально здоров. Рак. А брат, можно засунуть? У тебя коронавирус, дядь. Потеря обоняния. Ничего страшного. Ничего страшного, мальчик. Ничего не чувствовала. Она смеяла. И вам же лучше. Только плюсы. Вам же лучше. Можно заниматься сексом. Спасибо. Екатерина. Какие... Здоровье для всех? Двердеть по-русски. Ребята. Ну, учитывая, что у меня понос. Я не хочу хвастаться, но... Не хочу хвастаться, но... У меня гигантизм отдельных частей тела. А вы знаете, какая часть тела у меня большая? Да, да. Ты своим копчиком будешь готовить, да? Мы еще не знаем, кто пол. А ты кто-то? Мы еще не знаем. Мы еще пол даже знаем. А что за мальчик, у которого только голова видна? У нас клептомания. Воровство. Воровство. Ну, вот так. Идешь, ходишь и забираешь. У тебя три золотых слипка, но можешь спиздить. Смотри сам. У нас как будто здоровье не перемешано, блин. Ух ты. Как будто здоровье не перемешалось. Ладно. Ребят, ну... У меня штаммотарночка. Ты клиптованочка? Ну, роддом. Ребят, слушайте. Ну, я не у своих. Ты зубы будешь воровать? Да, давай. Ребят, в машинке. Давай. Я немножко погрустить, послушать грустные треки. У меня есть депрессия. Депрессия. Ну, это такая, ничего страшного. Леш, Светлана. За твое золото. Светлана, у меня есть три золота. Она может спиздить золото. Нет, я у своих не беру. Это пиздешь, пиздешь. Она может воровать и отдать модель. Не важно, не важно. Какоуч, я могу, ну, изучать. Да, любом не вынесу, знаете ли, это. Поэтому у меня депрессия. Ну, это такая хуйня вообще. Музыку грустную послушаю. Славочка. Меня здесь обижает один парень в чате. Не мог бы дать мне модерку, пожалуйста? Если ты мне ее дашь, я не кикну тебя со стола. Что он тебе пишет? А ты меня и так не кикнешь. Так. Почему? Давай, давай. Все, дима сосу. Смотрите, я хирург. Я лопатич. Но так как у нас вот есть стоматолог, который любит... Попробуй, Реш, вижу я, что не получится у тебя. Видите, я вот просто с данным стоматологом знаком еще до путешествия в бункер. А она готовит у нас алкоголь из чего угодно. Поэтому у меня как бы тремор рук. Я, ну, бухаю, руки трясутся. Я считаю, что хирург... Но знаешь, твоя потряска рук иногда подходит. Короче. Это просто обесценил свою профессию сразу. Да, да. Хирург. Приговор. Ты что-то не то отрезал. Так, все, у нас обсуждение идет. Ну, здесь уже вот... Чего ты мне говоришь? Алло, я взломал базу данных, нафиг. Своими слитками. Даже с такими руками. Ребят, вижу, что каравай уходит. Я взломал базу данных, так что идете нафиг. Что, у меня есть? Значит, я взломщик. С слитками, ты можешь так только Алёху подкупить. Вижу я, что ты с ними останешься. Мы кубом краски. Блин, пипец, у нас коуч с депрессией, с тремя слитками золота. А, ты хирург еще, блин. И что? Ты хирург с... Пипец, хирург, хреновая профессия. Ты письку отрежешь нахуй еще? И что, ну, с тремором. Ну, я, у меня... Так у меня хотя бы знание есть. Нет, поверь, ты меня точно не выгонишь. Выбирай другую цель. У меня супер сейф есть вообще. Мне тоже. Ну, вот. Ну, просто давай, может, выкинем с тобой. Кого выкинем? Зар, красавчик. Я бы Катерину выкинул. Покажи, пожалуйста. Светлан, Светлан. А какая профессия у нас с твоей Катериной? Он уже сейчас с водой. Светлана, Светлана. Повар, а что у повара там? Ну, что, не переживай. Я еще не спал. Все, все, что нужно. Бабе, пузико не бреешь? Сиди там, стримеры. Сиди там, стримеры. Очень интересно вообще. Могут быть огромные руки-базуки такие. Извините. Извините. Не-не-не, у меня это все нужно большое. Прошу прощения, дамы и господа. А вот смотрите, у него три слитка. А золото же нужно для создания каких-то там материнских плат. Предположим, материнская плата сгорела, да? Скажем так. Ну, вообще да. Вообще да. То есть золото в теории нужно. Отлично. Хоть один случай. Скажите мне, кто бы из нас справился с переплаткой, во-первых, золота и материнскую плату. Блядь, да сейвить себя. Автомеханик может. Автомеханик. Ну. Кстати, да, как раз он карлик, как двор типа. Да. То есть он будет. Только кузницы нет у нас, да? И плавильный тоже. Десять лет мы заперты. Да, золото нам нахер не сдалось. Да, ну тут пока да, кровать. Ну слушайте, у нас есть робот-полиграф. Десять лет вы со мной. Сори. Так, ладно, раз тишина, начнем голосование с Алексея в сторону кореша. Золото я люблю. Ах ты сучка. Золото я старую. Ну она клептоманка, ну что, красть для тебя? Она пока подвергается биологу. Я украду для тебя не только золото, а все, что ты захочешь. Сучка. Да нафига нам повар вот этот? Откуда, откуда? Ну как же, ну а еду кто будет готовить? Зайка, не забывайте, что у меня гигантское тело. Да, еще при этом свинкает вечеринка, очень интересно. Смотрите, смотрите, Славик, сейчас, Славик, ребята, 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 ребята. Стоп игра. Стоп игра. Я, конечно, не хочу избавлять вас от контента, но я думаю, сейчас так будет интереснее. Поменяйте открытыми картами биологии с игроком справа или слева. Ты не можешь. У тебя не открыта биология. Все, откат нахуй. Ты вследишь? Какая интересная уже карта? Давай сюда карту, я ее поменяю на другую. Блядь, реально так? Да. Ты играешь уже какой раз? Мальчик. И читать не умеешь? Мальчик, у меня был один спортсмен, такой же дурачок, как ты. Славочка. Так я качок. Что, Лёш? Прошу вас новая карта. Вижу я, Лёша, вижу, не получится у тебя, не сможешь это сделать. Понимаю, мой хороший, не сможешь, Лёша. Но пока на этом столе, видя нашего сексолога, в котором я вообще сомневаюсь, не думаю, что он тебя вылечит, уходишь, мой хороший ты. Не сможешь, Лёша, прям вижу я, это съебался нахуй. Голос выбранного игрока не учитывается в этом голосе. Ой, не может, Лёшка, у меня проголосовать чую, я настоящий экстрасенс, Лёшка, настоящий. Подожду. Так. Вот как, я выбрала хора, и не может голосовать. Не может голосовать. Слава. Голос выбранного игрока не учитывается, спасибо. Кореш? Себя можно, блядь, проголосовать? Ну, тут, в принципе, очевидно, вот у нас есть претендент, значит, с этими слитками, которые помогут только в создании матерей, ну, материнских классов, да? Скажем так, а что у нас еще по профессии, блядь? Биолог? Нет, там вроде бы все нужно. Зарк, ты кто? Шеф, извините. Сексолог. Сексолог. А, блядь. Ну, здоровая женщина, здоровая женщина. Я против вадить. А что здоровье какое у тебя там? У кого? У тебя. У меня? Женщина-спайкова. У меня? А, ну, ничего страшного. Каравая, Бола, спасибо. Дальше. Ничего страшного. Пока не буду объяснять смысл о ней. Спасибо, пока. Так, еще раз пройдемся по столу. У нас есть стоматолог, у нас есть коуч, у нас есть модель, у нас есть... Кать, ты кто? Я повар. Повар, ладно. У нас есть три профессии... А, еще и Слава, четвертый экстрасенс. У нас есть четыре профессии, которые нам нахуй, ну, здесь не нужны. Ебал совсем, блядь. Позже, что, подождите. Ну, у нас... Кино и сериалы Хобби, да? У нас мужчина. Ты еще вот это забыл. Кино и сериал, да? Ну, папарацци, типа, ты женщина, коровая. Ну, если просто если говорить, то тоже... Кино и сериалы Хобби? Экстрасенс включил. Да? Нет. Пиздишь. Оставляйте меня за следующим ходу, он показывает, как ты кино и сериалы. Голос кому, Пок? А в кого-то еще проголосовали? В Каравае два голоса и все. А в Славу? Кто? Ну, я кину в Славу, но просто... У Леши не учитывается голос. Он поменяет свое решение. Слава, она леговала. Прости, дорогой. Зак? Да, да, да. Ты в кого? А в кого? А в кого? А ты в кого? А ты в Куда проголосовал? Нет, в Славу. А, ты в Славу, хорошо. Спасибо, крыс ебаная. В Каравае, в Каравае. В Каравае. В Каравае. В Каравае. В Каравае коротко. Кравае. Слава. Слава. В Каравае. Пятый голос, Каравае. Катя. Я тоже Каравае. Ну, типа, просто если бы у него... Он знает свою ситуацию, как бы, он бы мог открыть какую-то карту, которая ему пойдет в плюс, а он этого не сделал. Значит, наверное, их нет. Каравае, твоя очередь. Ваня, ты в Кавае, пожалуйста. А Карина? Она только что с Каравае. В Каравае. Ну, выбирайте другого кандидата, ребят. Ой, ты мой сладкий. Все должны переголосовать заново, выбирай другого кандидата. Ой, ой, ой. А я могу? Ебать. А я могу? Везде. Ебать. Я могу. Нет. Ебать. У тебя все равно... Типа, в этом голосовании у тебя голоса нет. Сейчас Славу кихоток. Рокси. Погнали. Ну, посмотри на чат. Кореш, поехали. Да. Хорош. Блядь, это очень сложно. А там что? Блядь, это реально очень сложно. Кто там? Женщин 31 год. Я не могу. Я не могу. Я не могу выбрать только другого кандидата. Да, и переголосовывать тебя не могут. Заебись. А нас у тебя? По носу. Вижу, что-то нормальное попалось мне. Если оставите меня, после не выиграть, что будет. Нет, три раза. Я единственный в тебя могу проголосовать, потому что я еще не голосовал. А как думаешь, в кого я сейчас проголосую? Смотри, естественно, сейчас все подумали на меня. Но я вам скажу так, блядь, я обладаю такими способами, что я умею не только предсказывать, но я умею еще наколдовывать. Я еще колдун, блин, в третьем поколении. Ты единственный мужчина. Хуёвый. Я в тебя голосую. Я могу наколдовать, знаете что? Слава Богу. Худеете. Слечим ходом. Спасибо, дальше. Я? Да. Ну, Слава, я точно не буду голосовать, потому что он единственный мужчина на столе. Дефект. И нет смысла голосовать в Зарко, потому что он сексолог. Создоровый, тысок. Да, и в Зарко тоже нет смысла кикать. Что? Я серьезно говорю? Я согласен. Катю, Катю угоняем. Вот насчет повара и стоматолога я пока что думаю. Не, повар нам нахуй не нужен. Хотя... А мне кажется, повар пиздал в твоей профессии. Типа, ну как... Я вот думаю, еще зачем... Чего это в вечеринке? Зачем нам... Ну, нет. Повар и стоматолог хорошая профессия, а вот в аппарации по носам и женщины... Ну, а я женщина... Да, получается, в бункер нужно две мужчины, две девушки? Да, кстати, вот, получается... У нас уже есть, вот, раз, вот, два. Зачем? Да, у нас еще не факт, на Алексей. Я моложе, ну, там модель папарацци, я бы сказал, что равносильненько по полезности. Я мужчина, ребят. Парадевич, у тебя какое здоровье там? Ну, на самом деле, да. Кто? Карлик. Нормальный. Кто? Голос кого? Карлик. Вы обойтись именно на букву R или еще? А, погоди, ты женщина-карлик? Да хотя, может быть, потомство такое себе. В кого голос? Сложно. А можно послушать пока? Нет, голос обязан. Ты потом сможешь же переголосовать. Переголосовать? У вас получается такой... Давайте пока папарацци. Хорошо. Ваня. Спасибо. Пока. Сколько женщин у нас? Три. Не много. А мужчин сколько скажи? Мальчик, тебе хватит одной. Который остается... Это пока что. Может продолжить рот, если у нас есть сексолог. Сексолог по-любому должен остаться. Я уверен, что у кого-то еще есть карточки, которые не могут, так сказать... Ну, возможно, да. Может поможет. Короче, мой голос папарацци. Спасибо. Давай, фоткай. Получается, обосрался, Ваня. Нахуй его. Спасибо. Ваня. Ой, грубо. Так, ребята, давайте не будем торопиться. Справедливое замечание, что у нас есть три женщины для продолжения рода. Я согласен. Но есть такой момент, когда у нас Рокси ушел. Вы не забыли, что он нам оставил? Он нам оставил вражеский бункер, да? Мародеров. Женщина-карлик нам очень поможет в прекрасном продолжении рода. А вы, тем не менее, почему-то голосуете в меня. Ну, он автопеханик. Здорово. Это нам очень в бункере полезно будет. Скобочках совершенно нет. Смотрите. Нет. Подождите. Хотя, да, у нас бункер на хуяном тачке. Еще раз. Ну, я говорю, я уже этих кучу игр видел, ребят. И нам пока нельзя удалять людей, у которых неизвестен пол, потому что там могут быть мужчины нужные. Вот. Нам точно нужно убирать женщину, и это точно не я. То есть вы подумайте, не переголосовывайте, потому что карлик... Спасибо. Вы прям, вот, у вас отличные аргументы. Отличные аргументы. Я заранее в него голосую. Нет, погоди, в кого голосуешь? А что непонятно? Да нет. Ты потом скажешь, Карина, Карина, у тебя будет монолог. Женщину-карлик убираем. У меня женщина, не карлик. Разница есть? Я голосую в себя. Я голосую в себя. В себя голосует Ваня. Спасибо. Я понял, куда эта игра идет. Тут все понятно. Слава, куда? Такие партии мы уже видели. Спасибо. Катя. У тебя полноса. Спасибо. Карина. Хорошо, Каравай. Я Ваню, получается, обосрался. Спасибо. Так, мой монолог, но я тут хотя бы поговорю. Я не знаю, с чего вы решили, что вообще сейчас нужно женщину убирать. Да, нам потом надо будет разбираться, но Ваня абсолютно прав. Женщина-карлик даст более проблематичное потомство, нежели чем женщина. Да, папарацци, бесполезная профессия. Но и по здоровью, что по нос, тоже никак не влияет на потомство. Поэтому я бы пока Ваню оставил. Почему вы собираетесь оставлять повара? Потому что не вскрыт возраст и пол, да? Ну, слушайте, у нас один мужчина уже есть, если он сексологом пройдет. Как бы нужен будет еще один. Я уверен, что мы еще одного мужчину точно найдем среди присутствующих. Мой голос будет в Кате в этом раунде. Спасибо. Я думаю, что они не вскрывают, потому что у них какие-то проблемы. У нас один голос... Если вскроешь, и у тебя все ок, то я могу поменять. У нас один голос у Славы, один голос у Кати, все остальные 8 голосов у Вани. Ваня, ваше оправдание. Я не буду обрадоваться, потому что я знаю, как уже идет эта партия. И я уверен, что мне сейчас нужно уходить. Это будет во благо вашего бункера. Нет, конечно, но... Окей. И еще мы тогда найдем, у нас с тобой дорожка за ним будет. Не понимая роль, уже ты, ты белый лист. Если желающий перенести голоса раз, перенести голоса два, перенести голоса три, Иван, к сожалению, вы не попадаете в бункер. Ну, к мародерам, может быть. Ванечка, пришли фотку снаружи. Так, теперь мы начинаем скрывать еще по одной характеристике, начиная с меня. Да, начиная с меня. Ну, мужчина 30 лет, как бы, понимаете? Кайф. Мы можем, еще кто-то может вскрыть мужчину, и нам нахуй не нужен ни сексолог, ни вот этот... Ебало-забалубый. ...экстрасекс. Ебаный, бля. Спасибо. Ну, что, один... А что, хорош, что у вас один мужчина будет? Маленький. Я сказал, еще один мужчина, если вскроется, то можем... Поменьше брани. Ебало, вани свой, короче. Как скажете. Это и не я, говорят, мне передали сверху. При дамах, при дамах ругаться нельзя. Хорошо. Все? Да. Ребят, ну еще? Я, по-моему, уменьшу всех материал. Я могу сказать то, что я ухожу. Почему? Потому что я маньяк-убийца. Реально? Настолько не пиздец. Маньяк. Маньяк-убийца. Там вообще пизда, дядь. Ну, нахуй, блядь. А дальше что, что у тебя в хобби, блядь? А дальше там нет. А на самом деле маньяк-убийца. Карина. Ну, это все уже, можно не скрывать даже. Может, до срочное голосование сделано? Я думаю, никто не захочет маньяк-убийцу. Сначала мы должны вскрыть карту. Да, 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 чтобы мой стол открывался. Я могу пока пойти. У тебя по выходу нет никаких хайлов? Нет. Я сейчас не знаю. Я маньяк-убийца. Что? Мужчина 75 лет. Мне 101 уже. То есть из бункера выйдет, когда будет 85. Ну, после маньяка улетает. Не выйдет. Смотрите, я не выйду. Я бодрячком, между прочим. Ну, она повар. Нет, она стоматолог. Стоматолог. Стоматолог, который делает алкоголь из чего угодно. Нет, мужчины 75 лет нормально. Что с вами думать? Вот 10 лет будете сидеть, если у вас что-то случится? Елочка, это как бы... У нас есть кабинет, не... Отказывают. 75? Мужчина. Ну, дремора рук, как у меня нет. Он ударит, он может потомство... Катя, давай твою очередь. Здесь, в этой... Не вскроешь... Помните, то, что у нас, как бы... Не вскроешь свою биологическую характеристику нафиг. Муродеры, и поэтому лук и стрелы, как бы, у меня есть в запасе, и это значит... Ясно. Там со здоровьем проблемы, мальчики. Да нет, не со здоровьем не вскрыто. Там с полом проблемы. С полом, с полом. Я же говорил, надо было Катю вместо Вани выгонять. Неужели все 101, Катюх? Нет. А проблемы с полом. Короче, не важно. У меня эти лук и стрелы, и это говорит о том, что я могу вас защитить. Дорогая, когда будешь уходить, оставишь лук и стрелы. Нет. Ты свой репчатый лук можешь оставить, это... Бульон можешь кинуть в свой репчатый лук. Спасибо, Максим. Порвало. Что за прошлость? Что за агрессия? Спасибо, Слава. Ой, ребят, вижу, что старушку надо убирать, нахуй надо. Сучка. Матершинница, пошлячка, быдло. Сучка, арту вскрой. Со старого пердунова вместе уйдешь. Старушка, я понимаю, почему мы все за нее цеплялись. Она может варить бухло, да? Ну и я могу варить. Причем с гаданиями на гуще, блядь, пенка. О, ты его варенье пивом себя решил, да, поднять? Как раз можешь старушку брать. Я делаю алкоголь из чего угодно. Ну сделай себе, ебта, похлебку там, нахуй, на границе, блядь, с бункером. Хорошо. Старость уходит нахуй. Спасибо. Не туда воюешь. У меня боевые искусства, я буду мародеров пиздить, если что. Ты ебануешь, у него боевые искусства, блядь. Он вообще, он вообще ценный игрок. У меня микрофон всегда с собой. Старушка, еще боевые искусства. В кармане ношу. Так он мне не раскрывает свою роль. В смысле, роль? Ну, типа мужчина, женщина, кто ты. Может, он народ продолжит. На хуй на хуй на хуй на хуй на хуй на хуй. Ты тут сексолог? И чё? Еще и пиздец у вас. Спасибо, Пока. я мужчина двадцать шесть лет полностью здоров понимать мальчик не слава не сексолог не вот стоматолог медитации мы вдвоем уже достаться обе медитации да и все прикольно короче карава и карина я понял нас выебываться блин нас прям будут выгонять давайте надо объединяться против вот у вас есть кальчики и вот это вот пошли дятина тоже уходит так вот вы это надо было я и без этого знаю я молодая бабушка я сказал никто не скрыл лук в другой части так зачем нам твой лук что у вас есть потому что мы разговариваем его моим другом скажем дед помолчи скрываю биологию мужчина тридцать два года гомосексуальность да что ж у вас так много то у нас собери все открытые карты биологии у неизгнанных игроков перемешай и перераздай у каких игроков у неизгнанных давай спасибо а у открытых или у всех кто-то может сейчас у неизгнанных игроков биологию а можно спросить а на хрена ты у меня был мужчина потому что я тридцать два года у меня сейчас будет человек принято здоровье мальчик ты можешь лишиться контента ой такой ты дурачок у меня было первое сначала делал потом тебе первое сейчас он станет дедушкой нахуй по-братски ему блядь я отмучилась ей с 5 лет ой блядь так у меня женщина 25 лет гомосексуальна это можно показывать да женщина 22 года бисексуальна дайте алексей погодите а это чья вообще карточка женщина чья карточка женщина бисексуальна у кого до этого у кого они вскрытые были а ты ее вскрывал до этого а ты слышал описание карточки так Катя тоже не вскрывала она скинулась я спросила сказала перераздай карточки биологии нет нет ну пипец там же написано не открытые карточки да давай всем заново я не знаю что делать я не знаю что делать ну что дальше вы сами заруинили игру сучки ну это типа пипец потому что мы теперь знаем не обижай ее сучка блядь нет стоп не правда сейчас потому что я спросила открытых ты говоришь нет у неизгнанных нет я отдала карту я говорил про вопрос нет я спросила конкретно открытых или нет у неизгнанных и типа да 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 ну я сказал да у неизгнанных я спросила про неизгнанных она неизгнанная но ты не говорил тот факт что типа есть давайте новая карточка что открытые карты да нет давайте новая биология все уже давайте раздавать ну честно просто будет Новая биология. Вообще рандомная биология, которых вообще не было еще. У нас есть такие карточки. Я беру... Давай всем новую биологию. Ой, если я уже пользуюсь. Так, где карты биологии? Я сдаю всем абсолютно новые карты биологии. Давай, давай, на, хорошо. У кого была... А? Это что? Биологию, пожалуйста, можно сюда? Я уже там. Не клади их, Калут, не клади их. Зар, биологию отдайте. Перебежали. Биологию. Спасибо, Зар. У кого-то еще лежит где-то биология? Вот у него. Ну, это инсайдер. Он вышел. Ну, да, у него пусть лежит. А если что, его возили? Ты же слышал, я спросил. Так, у Кати не было открыто, у Зарка не было открыто. У всех остальных была открыта биология? Да, у меня было. Хорошо. Получается, Зарк не переворачивает. Бля, хоть бы не сто лет. Могла бы тоже просто не переворачивать. Мой подружкой руинишься вообще, давай. Какие сестрички, ебать, по 300 на? Кирилл подтвердил. Мужчина 27 лет, гомосексуален. Мужчина 33 года. А что ты на его выдаешь? Женщина 19 лет, гомосексуальна. О, Алексей, теперь ваша интенция должна измениться. Женщина 99 лет. Блядь. А, я уже думал, ты был. Какой он коммунсует? На рандом себе. Женщина 25 лет, гомосексуальна. Давай. Женщина 22 года, бисексуальна. А, братски, нормально. Пока. Мужчина 75 лет. Блядь. Блядь, у нас бункер. Старина, съебался, ебал. Твоя закрытая. Зарку закрытую передайте. И мне закрытую. И тебе закрытую. Так, сучки, теперь я буду разговаривать с вами по-другому. 33 года, мужчина-модель. Пизду свою, воина. Так, погодите, у нас все... У нас все карты открыли. Ну-ка, уехал отсюда. У нас все карты открыли, да, мои господа? Шесть, блядь. Чего нахуй мне карты? Меня сейчас выгонят. Погоди, ты вскрыл карту свою? Да, я вскрывал. Ага, хорошо. Алексей, в вашу очередь. А что ты вскрыл? Ты вскрыл этот... Нет, он вскрыл биологию и тут же их поменял. А, да, да. Что вы хотите? У нас все просто. Что, Алексей уходит? Он здесь, Пок уходит. Карина уходит. Так, ты давай, экстрасенс. Заткнулся там нахрен. Братанчик, вижу, ты сейчас попу ебать начинаешь. Смотрите, мужчина 33 года, модель. Умею обращаться с самочками просто на ура. Сделаю вам самого лучшего Бэбиса. Бункер будет процветать. Ну, хоть ладно, остаешься. Письмо на... Все, все, мы остаемся. Соответственно... Вам старый нравится? Мужчина. Бэбисов с вами не сделаешь. Вскрываю еще одну свою карточку. Конечно. Конечно же, карточка ЗОЖ. Вот. Это про меня абсолютно. Веду здоровый образ жизни. И советую... Собедите, Леша. И советую вам вести такое же. Кеночка. Да, я. Мой дорогой, закончился у меня. Чай? Да, чай. Будь добр. Спасибо. ЗОЖ. Вариантов нет у вас? Вы меня оставляете, потому что... Спасибо. Вам вариантов других нет. Спасибо. Стоп игра. В связи с тем, что я теперь женщина 99 лет, мне особого смысла в бункере нет. Ну и просто у меня была карта, с помощью которой я смог бы ликвидировать конкурента в лице хакера, если что. Потому что я взломал базу данных ЦРО, а он хакер, он меня заменяет. Я бы, если что, ее так использовал. Но так как меня нужно выгонять, вряд ли будет замена еще возраста. Я могу заменить открытую карту профессии у любого игрока. У меня будет просто. И я, скорее всего, буду менять тебя, потому что коуч у нас убийца все равно уйдет, стоматолог нужен. Давай, давай, давай. Да, я у Славы тогда поменяю. Блин, братан, это лучшая бабушка, бля. А кому мне менять? Это лучшая бабушка. Можешь мне поменять? Так я все равно уйду, мне нужно лучше сделать. Не дай бог всем таких бабушек, блядь, пиздец. Бабуль, дай ладошку, дай поцелую, ручку. Выдай ему, пожалуйста, самое расстояние. Можно я выберу? Ты так расстоянишь, это хорошо. Сейчас, сначала я найду колоду. Можно я выберу? Можно Алексей выберет? Ну, почему? Ну, ладно, можно. Ну, только не развернутую, блядь, закрытую стороной. А то у меня щекотой выберет, блядь, тренер Сланов нахуй. Можно из середины взять? Из любого места вообще. Блядь, хуй его знаю. Можно даже из моей задницы достать, если вы фокусник. Пожалуйста. А что ты смотришь? Ну, а смотришь. Неплохая. Кто? Блядь, охуенно, я бы даже сказал. Разнорабочий, блядь, вот на руках ты съебался, блядь, с их машиной. Так. Разнорабочий, неплохая мальчик. Так, давайте тогда начнем сразу. Предсказание, если оно осталось, уходишь нахуй. Сразу голосование начнем с меня. Короче, можете инстант. Меня делите? Не, не могу. Секунду, секунду. Начинаем голосование с меня. Смотрите, вы на самом деле... Что? Вы можете, что? До 45 видео со сексуальной жизни. Рот продолжает. Если мне 75, я не могу положить рот. До 75 вроде. Ты мужчина или женщина? Мужчина, я что-то не могу. Могу. Не, вроде до 75. Где-то вися как-то. Какая разница, блядь. Каравай. Какая разница, блядь. Какая разница, блядь. Какая разница, блядь. Кикнуть, блядь. Ребята, 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 ребята. Можно мы, пожалуйста, продолжим игру? У нас не так много времени. Давайте мы, пожалуйста, если делаем преждевременное голосование, у нас маньяк-убийца. Мы его кикаем? Все. Уехал. До свидания. Маньяк-убийца. Я хотел предложить поделить голоса этих нас обоих. Ну ладно. Начинаем скрывать характеристики, начиная с Алексея в сторону кореша. Так, девчонки. Характеристики. Любую, какую хотите. А что это характеристики? Это что такое? Я просто модель. Любую карточку. Любую карточку? Да, да, да. Абсолютно любую. Так, кому я достанусь, буду очень нежен, потому что опыт есть. Я работал в эскорт-услуга. Ебать, это карты. Блядь, реально шлюшка какая-то на столовой. А ты представь, что я был еще моделью девушкой. Да, это вообще жестко. Кореш. Так, я открою багаж, антибиотики и обезболивающие. О, ну ладно. Хорошо, нет, нормально. В современный мир, типа, у нас есть все, там, у нас что-то медицина открыта в бункерах. Нормально, 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 нормально. Тоже, скорой багаж, энциклопедия грибника. Энциклопедия грибника? Не знаю, нахер. Грибы на улице посадишь, блядь, там и поешь. Через 10 лет. Нет, добывать нормальные грибы. Шампиньонов, блядь. Так мы выйти не можем. Где он сойдет? Это грибник? Через 10 лет. Да. Как он их посадит? Нет, нет, нет. А зачем сажать? Он их может найти где-то. Он, грубо говоря, знает, какие можно есть, а какие нельзя. Один или два. Сколько тебе лет на поле? Один или два. А вы что смотрите? Если перевернуть, получится 66. Один или два. Тут я уже возьму. Звони бы за работу, звони. Я думаю, один сложно. Ну, второй тип, это вообще пиздец. Я вскрываю, получается, багаж у меня с гитарой. Нихуя ты лютик, блядь, старый, ёпта. Я вскрываю тоже багаж. У меня, короче, ноутбук и платы есть. Ну, цифровая война, это очень полезно. Не зря он золото. Да, ты самый цех, блядь. Еще троих. Шеф самый цех. Я точно выйду еще двоих потом. Пиздец. Что у него? Ноутбук у него? Да. Ноутбук и платы. Это имба вообще для хатера. Да, да. Они вдвоем должны идти, получается. Слава. Ребята, открывая сразу карточку, понимая, что, возможно, будет нехватка дырочки, блядь, так сказать. Надувная кукла в багаже, блядь. Это мне, парень, это мне. Заберешь, Леш. Заберешь. Это из вашего магазина. Давайте показывайте свой бодрый. Показывайте свою биологию. У меня мужчина, 32 года, гомосексуален. А что у нас за бункер такой? Ну, у нас есть сексолог, поэтому... Да, у нас есть сексолог, это не проблема. Я мужчина, 32 года. Кто сейчас меня ударил? На наш бункер из 22 века. Ухочешь. Привет. Я все твои карты вижу. Да у тебя уже карт нет. Сколько тебе лет, напомни? 27. Хотя бы не 101. Факт. Строил подобные бункеры. Неплохо. Ну, в принципе... Как так перемешалось. Ну, мы не знаю, о чем-то. Черт, почему... Так, ладно, сейчас я две манипуляции сделаю. Я вскрою свое хобби. У меня хобби подглядывать за людьми в аюризм. Вот. Понимаю. И тут же... 99 лет подглядывать за людьми. Мне ЗОЖ, пожалуйста. Хорошенечко перемешай, пожалуйста. Будет добрый мальчик. Все хобби отдали. Все хобби отдали. Только у Поки не было. Мешай, мешай. Да, у меня хобби тут. Не жили, не мешай. Вот так, молодец. Зарк сам вроде. А, нет. Нет, Зарк. Зарк сам вроде. Алексей, вы хотите? Да, конечно. Это мое сейчас будет. Да, да. Да, спасибо. Краевидение. А, это, кстати. Это что такое? Краеведение? Краеведение. Краеведение. Краеведение, это типа географии. Да, да, да. В общем, объясню. Это скалолазы, вот это, по-моему. В общем, девочки. Ну, я имею в виду не те, кто альпинизм, а это история. Это самые советные места. А, может, и так сказать. Хорошо. Наш край будет известен. У меня боевое искусство. Самое обоимное. Бля, старушек, что же самое лучшее ты забираешь, блядь? Кажет, спасибо тебе на добром деле, так сказать. У меня ухология мистика. О, а, со старосенсом улетаешь. А, его тут нет. А, есть старосенс. Согласен, тоже глупость. Но у него уже есть. Массаж и акупун... Акупун... Блядь. Акупунктура. Что такое? Это такая иглоукалонная. Акупунктура, блядь. Но ты, в общем, крутой массаж делаешь. Типа ты точки изучаешь. О, ебать, хакер-массажист. А я мало того, что автомеханик, еще и алхимик. Алхимик? Жало того, что алхимии, блядь, не существует. Пипец. Алхимик, много голды нафармил опять в лесу? Да. Так, Слава, у тебя было открыто хобби? Да, у меня было открыто хобби, мне нужна карточка. Да? Да. Ну я вот эту возьму для тебя. Давай. Пусть мне заодно, да. Нетрадиционная медицина. Ооо. Зак, у тебя было открыто хобби? Нетрадиционное, очень необычно. У тебя теперь холодное оружие. А, ну забери обратно. Это типа, знаешь, лечить не таблетками, а мочой вот это вот примерно. Славочка, Славочка. Я предлагаю достаточно меня выгнать. Да. Давайте, давайте. Давайте. Все же классные. Фина, кик, начинай. Финарбон. Ну я женщина, 99 лет. Ну ты 99 лет, боевые искусства, что ты? 10 лет в бункере сидеть. Ногой уже не махнет, уехала. Все, спасибо. Давай. Алексей, начинай с вас по одной характеристике. А, по одной характеристике. А, нет, погоди. У нас изгнан уже, Крайл. Не, начинай с тебя. А, ну давай. Что я делаю? Одну характеристику вскрываю. Опять? Да. А ты уже все? Получается, нахуй. Я отлетел, да. Еще два кика. Палкибал. Ебанулись нахуй. Я остаюсь от образа. Характеристику? Я рукастый. Ну, в смысле. Ну, получается, повар. Я дачник. Хобби дачник. И где ты создаваешь дачу? В смысле? Ну, наверное, бункером построят. Да нельзя выйти из бункера. Ебунба-бумба. Не, на самом деле, там не сказано. В бункере построят. Дачу? И опять из Москвы в пятницу поедешь? Нет, дачник это человек у широкого спектра. Понимаешь? У тебя дача есть? Ты там на даче. И трубы там вот эти все. И колодцы роешь. И там грибы вот эти всякие выращиваешь. Какие? Капусты и сёклы. Вот все, что ты сказал, на даче не делаешь. Кроме капусты и сёклы. Кроме, блядь, бухания пивасик. Нет, слушай, а вы что, колодцы не имеем? Нет, слушай, слушай, я работал в гороскоптуре. Девочка, я работал в гороскоптуре. В колодце я рыл. Давай дальше. Катя. Открываю факт. Я извращаюсь. Остаешься. Понятно. Слава. Какая биология тебе? А ты мужчина? Ага. Гомосексуалист. 30-го года гомосексуальный. Победитель Паралимпийских игр. Ты крутыш. Спасибо. Молодец. Зарк. Тэкс. Плюс реп. Ну, я вырос. Короче, в семье лесника. Тогда дорогу найдешь, если чё, блин. Ну да, если что, съебусь. Ага. А, так мы нашли причину. В семье лесника, понятно. Давайте дальше, Пок. Хобби киносериала. Нифига причина. Чё, блядь? А ты говоришь, что ты не экстрасенс. Может, вернешь? Карточку верните? Тогда мы тебя кикнем. Нихуя себе, блядь. Я думал, ты увидел. Я думал, ты тоже увидел в мониторе. Нет. У меня просто вчера было кино и сериал, и я ей сказал, кино и сериал. Хуя себе. Далее. А, у меня факт, я сплетник. Вы меня кикать, блядь, хотели, ёпца. Вот это суету реально будешь наводить. Ну да. Так, факты. Блядь, я хуй знаю, ты чё из этого. Эй, а ты чё показываешь, что другим игрокам? Блядь. Ну, похуй. Игра первая. Ну, ладно, вот. Состоял в секте, но уже не стою, так что нормально. Алексей. У нас есть медицинский кабинет. Если кому-то станет плохо от моей красоты, у меня есть дефибриллятор. А ты у нас сейчас медицина у кого-то связана? Алхимия. Что-то вообще шарит за медицином? У меня я шарит. Я не знаю, кукла слабая. Не традиционная медицина, блядь. Я мог говном так нахать. А, и он ещё монтажный иголочек. В следующем бункере я, наверное, не буду использовать карты, которые уже были заиграны. А следующего бункера не будет? Ну, если будет. А стоматолог, он доучится? Я имею в виду сегодня, а вообще. Он проходит общую вот эту бакалавр-практику, как терапевтик? Так, дайте посмотрю. Давайте посмотрю. Дачник, неприимание. Так а что тут думать? Сейчас уходит фенаргот. Он уже ушёл. Ну, ещё раз садится и уходит опять. Профессия была. И всё. Нифига ты добрый. Короче. Так, смотри, надо оставлять за арка. За арк железно, да. Смотрите, короче. Надо оставлять Лёшу, тоже железно. Кто сможет продолжить рот? А кто женщина? Я. Кто сможет продолжить рот, если не будет за арка? Я же женщина, да. Я смогу. Смотри. Напомните, пожалуйста, кто у нас гомосексуалисты? Ебать. Брат, смотри. Ну, тебе много лет? Нет, стоп, стоп. Нет, сейчас я не хочу. Подожди. Туету не наводи. У него есть карточка, которая делает... Да, от четверя. Плюс. Плюс. Да, ну, стойте. Я вам хочу объяснить, что он может вылечить от одного, от второго, но от четырёх сразу вылечить. Это очень сложно. Здесь намного мужчин точно нужно. Очень сложно. У нас, понимаешь, я уже здоровый мужчина, тридцать три года. Во-первых, убирает ПРП. Я напомню, что не вылечит, а поможет человеку просто иметь потомство. И то не факт, что... При этом человек останется гомосексуалистом, гомосексуалом. Просто он поможет создать потомство. Сколько у нас? У нас четыре мужчины. Ему 75 лет. Пока. 33. 33. Девочка. Всё. Смотрите, моя логика. О чём я говорю? У нас сейчас будет сокращаться количество женщин и мужчин. Соответственно, у нас четверо мужчин. Ты идеально здоров. У тебя всё по возрасту, со здоровьем. У меня никаких проблем со здоровьем нет. И сексуолог у нас есть на этот случай. У Карины тоже, но у него 75 лет. И чё? Это он так сказал, вы это воспринимаете как хотите. Согласен. Был просто такой момент... А, ребят, ребят, преждевременное голосование. Согласны выкинуть Покку 75 лет? Нет. Не надо не преждевременно. Давайте сексолога выкинуть. Давайте тогда быстро по голосу, без обоснований, просто по голосу мы даём. По голосу мы даём. Начинаем голосование. Карина, кому? Я модель. Ой. Сусоя Алексеевна. Нихуя ты честная. Это бредово. Это бредово. Она плачет. Пчёлкин голос. Спасибо. Катя, кому голос? Катя голос. Какая разница? Катя голос. Кирилл. Слава, слава. Пчёлкин. Вы что, нормально с головой? Пчёлкин. Пчёлкин. Почему он нужен нам? Нам нужно просто игру заканчивать. Продискутировать. Так, какая разница, захочет выиграть Покку? Так, погодите. Всё. Ты дала голос Пчёлкину, ты дала голос Покке, да? Это мне Пчёлкина. Катя. Пчёлкин. Нет, ты дала голос Покке. Мы не будем сейчас переголосовать потом. Слава, ты дал кому? Пчёлкину. А это адекватно, что в бункере из 75 и 33 лет выбирают 33? Нет, конечно. А зачем они это делают? Биолог, братан. Ну, потому что я ему сказал... Вы зачем это делаете? Биолог! Я сказал, что повар... Что за бред? В чём логика? Вы меня выгоняете, мне 33 года, ему 75 лет, он через два года умереть может? Ты, модель, ты без... Ну, вообще, ну, то есть, вообще нам нахуй не нужен. Биолог. Я биолог, я могу. Дядь, ты умрёшь через год, брат. Ну, можно такое. Всё, давайте не задерживайся. Зар, кому голод? Зар, я же сказал Пчёлкину. Ещё раз, дискутирую. Что это за бункер? Шеф сказал, ты модель. Ну, типа, из страны у тебя. Пчёлкина. Пчёлкин, спасибо. Это абсурд. Это абсурд. Я не буду. Я последний раз в бункер играю. Я тебе клянусь. Ну, это абсурд. Ну, чё вы делаете? Это бред. Ты сам это понимаешь. Лёх, успокойся. Ты сам это понимаешь. Успокойся. Не нужно топ повышать. Подожди. У нас есть две профессии. Моя заключается в том, что я биолог, твоя модель. Типа тут уже отталкиваться. Типа тут уже отталкиваться. Не от возраста. Я смогу продолжить рот так же, как ты. У нас Лёша досрочно ушёл. Мы вскрываем по одной карте. Тут же начинаем голосование. Кореш, быстро все по одной карте вскрыли. Чего? У нас последняя карта. Тормоз. Ушёл досрочно. Подходит сзади и дышит. Что? Подходит сзади и дышит. А, любишь свинку подышать. Всё, игровой долгой. Вот, не это. Смотри, ещё и криса оказалась. Вроде как открыт. Она ничего не решает. Нет, это я имею в виду, она расходуемая. Я поняла. Да, ничего не решает. Так, ты вскрыл? Ты. У меня есть сейчас за ней вскрытое. Вскрывай. Бля, психопат. Весь бункер. Пожалуйста. Чё? Я пишу, что мы его увидим, у вас, Алексей. И с кем ты останешься? Старый психопат. Я буду с друзьями, извращенцами. Спасибо. Зарк, карту. Это не люди. У меня женщина 36 лет, гомосексуальна. Вот здесь. Спасибо. Ты сам себя хилишь, короче. Нет. Это нельзя? Не работает. У тебя был же такой мужчина. Слава. Кто мужчина? Знать наизусть и стихи Пушкина. А ты Пушкина. Азоид. Катя. Я тоже мужчина. Я... Подождите, секунду. Извините, пожалуйста, извините, что я переграю. Вот сейчас, давайте без игры. Без игры, да? Меня сейчас слышат наверняка во всех микробахах. Логично. Объясните мне, в чём суть кикать молодого человека, у которого впереди вся жизнь, который абсолютно здоровый, и оставлять пожилого 75-летнего человека. Нет. В чём суть? Я владею пяти языками. Нет, брат, какие пяти... Пять языков? Нет, брат, суть в том, что, типа, пяти языков, понимаешь? Пять языков. Просто не по игре, просто логически объясните мне. Нет, вы просто меня хотели кикнуть. Нет, ты дефуешься возрастом, но у нас тут полно мужчин. Слышите стрим-хаусы, перестань. Ладно. Я дефуюсь возрастом? А что тебе ещё надо? Мужик, который сделает тебе ребёнка? Я сам мужик, который могу сделать потомство. Сколько тебе напомни? 27. И Кате 32. Ты мужчина, Катя? Нам всё нормально. А мне 2-2 женщины. И вы, как у нас, у Казариста? А если у неё не получится сделать? У неё всё окно. Десять лет у нас впереди куча времени. А если бы он бы вскрыл то, что у него возраст 101 год, и он бы никак бы вам не помог и умер бы? А, у нас же... Ну, типа, Лёша прав. Я его понимаю. Так, давайте, мы так задержались, Катя, вкрывай карту. Я вскрываю, по мне с открытыми картами хобби игроком справа и слева. Нет, карту характеристик сначала, оставшуюся. У тебя одна должна была оставшуюся. Факты. Боится секса и виды обнажённого тела. Опа! Не может иметь потомство. Она не сможет иметь потомство. Так сексолог. Это факт. Хотя у нас сексолог есть. Это факт. Ну, типа, блядь, не у нас. Сексолог, нет, сексолог. Сексолог есть, сексолог есть, да. Сексолог, всё отличие. Тут шеф зарешал. У меня миллион долларов. Миллион долларов. Ну, всего, мне кажется... Спасибо, кореш, начинаем голосование. Я в ПОКу, очевидно. В старину психопата тоже. В ПОКу, в ПОКу. Срочно в ПОКу, я так понял. Я могу менять карточку теперь? Да. Я беру у тебя тренингерационную медицину. Всё, игра закончена. Дайте посмотрим, что у нас тут получилось. Опять экстрасенсория какая-то. Блин, а у меня знаете, какая прикольная карта была? Пожалуйста, чуть тишины, сейчас мы подытожим. Женщины, поднимите руки вверх, пожалуйста. У нас 4 женщины, да? Нормально. Ты тоже женщина. Ага, все. Но это не важно, у нас есть сексолог. Сразу тебя хапала. Мужчины руки. Так, окей. Мужчины, отпустите руки. Повар есть, энциклопедия грибняка есть. Есть же, да, у кого-то энциклопедия? Это дурная кукла, блин, поебаться просто можно нормально. Так, окей, с едой разобрались. Оружие у нас, конечно, лук и стрелы. С галлюцирацией прошел, бля, слабонов. Боевые искусства у нас не остались, да, ни у кого? А, боевые искусства, холодное оружие. Ну, в общем, а, у нас же еще, мы должны были вскрыть две угрозы. Сейчас, секунду, сейчас все определится. Одну я забыл вскрытие, и одна в конце игры вскрывается. А у меня знаешь, какая карта вообще? Ну, просто так как надо побыстрее закончить, замени любую открытую карту бункера на случайную из колоды. Я, например, убираю то, что у нас искусственный интеллект. Нет, нет, это катастрофа. Ты вот из этих пяти можешь что-то поменять. А, ну, тогда фигня, кажется. Так почему? Шкаф с настольными играми поменяй на что-то нормальное, вдруг выпадет. А, ну, давай. Давай поменяем. Не, просто я хотела ее использовать для того, чтобы подносрать, а не чтобы... У меня есть еще ржамутить всех на раунд. Но я это не ставлю. У меня есть еще здоровье, типа, совсем поменять. Так, ты поменяла. С настольными играми меняем. У нас теперь есть... Бункером управляет искусственный интеллект с голосовым интерфейсом. Команду он понимает с пятой попытки. У нас еще есть при этом, этот, дошифровщик, всякий... Робот. Робот, который... У нас первая угроза, искусственный интеллект опять, управление бункера заключил и блокирует жизнеобеспечение. Необходимо доказать бездушному компьютеру наличие в бункере дышащих живых людей. Тех построен на проверке уникального отличия человека от роботов. Способности к творчеству. Вам нужно его пройти. Нужны творческие люди. Творческие? Да. Автомеханик. У меня было, блядь. У меня было. У меня было. И вторая. Обвал в кухонном и складском блоке. Вам помогут... А, подождите, стоп. Слава творческий, у него галлюстрация... Подождите, дайте я договорю. Вам помогут персонажи со знанием местности для вылазок и поиска продовольствия. А у нас, блядь. Или же способные добывать еду в подвалах бункера, устроив ферму или охоту на крыс. Ферму или дачник. У нас есть дачник. С этим мы разобрались. Ну, в общем, вот эта угроза фиговая.